Всем привет дорогие друзья! Сегодняшний обзор будет посвящен умной Wi-Fi розетке с дополнительными USB-портами из экосистемы умного дома Туя. Упоровать можно не только подключенной нагрузкой в розетку, но и включением и включением USB-портов. Давайте более детально рассмотрим эту розетку, проверим ее возможности автоматизации и как она будет себя вести в экосистеме HomeAssist. Поставляется вот такой вот картонной упаковке. Из обозначений только то, что это умная розетка. На задней части характеристики устройства максимальная сила тока 16 на 1 или 1500 Ватт. Про USB-порт ничего не сказано. На странице магазина заявлено 5В, 2,1А нагрузки. Внутри находится сама умная розетка и инструкция. Инструкцию один раз можно пересмотреть, чтобы банально понимать, как ввести устройство в режим добавления к умному дому. Из-за наличия дополнительных USB-портов и кнопки выключения розетка имеет вот такой вот вытянутый вид. Также при покупке обращать внимание на штекер. Нам нужна европейская версия. Размер розетки составляет 122 мм, ширина 52 мм, а глубина 56 мм, но это полная глубина, так как розетка сама вставляется в розетку, то выступать от стены она будет на 32 мм. Защита от детей присутствует, гвоздь не вставить, заземление также присутствует. Так, пластик довольно прочный и крепкий. К качеству сборки у меня претензий нет. На передней панели расположились два USB-порта, кнопка выключения подключенной нагрузки и сама розетка. Кнопка может подсвечиваться двумя цветами. Если розетка включена, горит красный светодиод. Если ничего не горит, все выключено. Это же касается USB-портов. Одной кнопкой все выключаем и все включаем. При запряжении с Wi-Fi сетью будет еще гореть синий светодиод. Чтобы разобрать устройство, надо поддеть наклейку. Кстати, только на этой наклейке есть название модели. USB-S31. Я хотел аккуратно снять наклейку, но не получилось. Поэтому просто выкручиваем винт, который удерживает две половинки корпуса. А далее просто располовиниваем его. Схемотехника в розетке вот такая. Несмытого флюса нет. К пайке тоже претензий нет. За силовую часть отвечает реле UJY32FNH. Максимальная нагрузка 20 А при напряжении 250 В. За умность устройства отмечает Wi-Fi модуль SYBK02. Для включения к приложению в системе умного дома ToySmart нам надо установить его на свой смартфон, зарегистрироваться и открыть. Также убеждаемся, что наша Wi-Fi сеть на вашего смартфона включена. Она нужна только для первоначального добавления устройства. Далее управлять устройством можно из любой точки мира, через мобильную сеть или, допустим, Wi-Fi отеля. Теперь приводим в наше устройство с режим сопряжения. Для этого держим кнопку включения-выключения до тех пор, пока светодиод не начнет мигать синим цветом. В приложении ToySmart жмем плюс, добавить устройство. И через некоторое время программа сама автоматически обнаружит устройство. Нажимаем добавить. Проверяем название вашей сети и пароль от нее. Спустя несколько минут устройство будет добавлено. С главного окна программы мы можем видеть статус устройства и управлять основной нагрузкой, подключенную в розетку. Если включать или выключать нагрузку по автоматизации или унуть санаживание, статус также будет передаваться. Переходим внутрь плагина устройства. Тут мы видим уменьшенную копию нашей розетки. В верхней части основная кнопка включения или выключения. Нажимаем и включается все. Нажимаем и все выключается. Но управлять розеткой и USB портами можно раздельно. Жмем на большой виртуальный выключатель, включается или выключается основная розетка. Жмем на виртуальную кнопку USB портов, включает или выключает два USB порта. Кроме того, возле основной розетки USB портов есть их название. Можно быстро переименовать. Под названием иконка таймера, нажав на которую попадаем в менюру расписания или таймера обратного отсчета. Такое же расписание можно установить и для USB портов устройств. Все, больше ничего нет. По сути умная розетка с отдельным управлением, основной нагрузкой и два USB порта. В настройках мы можем изменить поведение розетки после отключения питания. А именно, выключить всю нагрузку и USB. Включить или запомнить последнее состояние. Я думаю, последний пункт «Запомнить последнее состояние» будет самым актуальным. Так же можем отключить свечение светодиодов устройства, если они мешают спать или сосредоточиться. В общих настройках мы можем включить уведомления, если устройство перейдется в Jam Offline. Можем создать группу с другими подобными устройствами, в моем случае это еще одна умная розетка. Версия прошивки на момент создания обзора была 1.0.7. Там же можем поставить галочку для обновления прошивки. Давайте проверим, что наше устройство может в плане автоматизации. Приходим в сценарий, добавляем новый. Допустим, при открытии дверей включить свет и активировать включение USB портов. Я выбрал дверь-калитку, теперь выбираю нашу умную розетку. Из автоматизации нам доступно управление основной нагрузкой включить, выключить или изменить состояние, если было включено, выключить и наоборот. Такая же автоматизация доступна и с USB портами. Можно задать таймер обратного отсчета для основной нагрузки и для USB портов. И вот тут две интересные автоматизации. Статус после отключения питания включить, все выключить или запомнить статус. Также управление LED светодиодами. В целом довольно стандартный режим автоматизации для умной розетки. Попробуем подключить реле к системе умного дом Home Assist. Я буду использовать интеграцию Tuya Smart. Переходим внутрь и находим нашу розету. Есть кнопка включения и выключения основной нагрузки. Есть кнопка включения и выключения USB портов. Присутствует журнал событий. Из настроек мы можем указать состояние устройства после выключения света. Это LED. И точно так же можем запомнить последнее состояние. Это касаемо подключенной нагрузки. Добавим на панель. В целом тут все довольно стандартно, как для обычной розетки. Умной. Давайте протестируем максимальную нагрузку USB портов. Производитель заявлял о максимальном токе в 2,1 А. Я подключаю нагрузку в первый порт и начинаю повышать. Все, 2,1 А. И порт уходит в защиту. Я подключаю нагрузку в 2 А в первый порт и перехожу ко второму. Начинаю повышать. Порт уходит в защиту. Перевожу нагрузку в первом порту на 1 А. При этом мы слышим, как отключается реле. Если лишнюю нагрузку снять, реле включится и порты будут работать. Общая нагрузка на два порта не должна превышать 2,1 А. Все, как заявлял производитель. В целом, за свои деньги получилось 2 функциональное устройство. Область применения. Я вижу или прикроватную тумбочку. В основную нагрузку подключаем светильник. А в порты USB гаджеты на подзарядку. В целом, где применять USB в порты в умном доме, я думаю, каждый найдет. Начинаю от включения выносного блока термостата. Управление контролем. Заключение – получение от домашних камер наблюдения или К-контроллером для управления бытовыми приборами. Мне немного не хватает энергомониторинга. Все-таки дело привычки – страшное дело. Но и тогда цена устройства была бы больше. Заявленные характеристики устройства выдерживают. Поэтому не надо просить большего. Покупки я могу рекомендовать. Если видео для вас было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. Поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по теме умного и не очень дома. Внизу под видео вы найдете не только ссылки на эту умную розетку, но также телеграм-канал, где вы найдете живое общение, также купоны, новинки и прочие скидки на интересные товары умного и не очень дома. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok